Возможен ли костюм Железного Человека? Что такое живые башни? И почему официальным лицам всегда нужно проверять свою обувь? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Костюм Железного Человека скоро станет реальностью. Британский ученый разработал специальный костюм, снабженный пятью миниатюрными реактивными двигателями. Благодаря им скорость можно развить до 50 км в час. Изобретатель обещает, уже в следующем году он проведет гонки на реактивных ранцах. Берлинские здания превратились в светящиеся картины. В немецкой столице начался 13-й ежегодный фестиваль света. Открыла праздник гигантская светящаяся кукла. Она включила освещение берлинской телебашни. Это одно из 70 зданий, которые в течение двух недель будут украшены иллюминацией. Фестиваль продлится до 14 октября. Полюбоваться огнями можно и в китайской провинции Ляонин. Тут проходит фестиваль фонарей. Зрители могут увидеть более 80 крупных световых инсталляций. Каждая из которых одображает традиции Китая. Ожидает гостей также водно-музыкальное шоу и гастрономический фестиваль. Летние юношеские Олимпийские игры официально открыты. Церемония прошла в Буэнос-Айресе и продлилась около двух часов. Аргентинские спортсмены зажгли огонь игр перед обелиском, историческим символом города. В спортивном празднике также приняли участие тайские футболисты, спасенные в июле из затопленной пещеры. В Испании прошло соревнование по возведению живых башен «Костель». В основании сооружения самые сильные участники команды – мужчины. На их плечах несколько этажей девушек. На верхушке – дети. Все в защитных касках. Уровней может быть до десяти. Традиция строить живые башни возникла в провинции Тарагона еще в 18 веке. Так испанцы отмечали сбор урожая винограда. Трамп оконфузился. Президент США не заметил кусок туалетной бумаги, прилипший к его ботинку. Видео, поднимающегося к самолету Трампа, взорвало интернет. Теперь пользователи соцсетей гадают, почему сотрудники аппарата не проследили за внешним видом президента. Не исключают, что клочок бумаги заметили, но не сообщили намеренно. В Мюнхене завершился традиционный праздник пива. Мероприятие посетили около шести с половиной миллионов человек. Среди звездных посетителей бывший президент США Билл Клинтон, супруга Хиллари, и футболисты Мюнхенской Баварии. В этом году гости Октоберфеста выпили около семи с половиной миллионов литров пива. За безопасностью тщательно следила полиция. По ее данным, в этом году на фестивале было намного меньше правонарушений, чем в прошлом. В штате Нью-Мексико открылся крупнейший в мире международный фестиваль воздушных шаров. Небо Альбукерке наполнилось сотнями разноцветных аэростатов. В этом году принять участие в фестивале смогут только 600 участников. Ранее их число доходило до тысячи, но организаторы ограничили их количество из-за низкого качества подготовки.